Друзья мои, аларм! Официально сообщаю, что торговая среда поменялась. Кривая торговых объемов и активности цены за последние три месяца закончилась. И это буквально произошло на последней неделе. Вот почему я взял неделю отпуска. Ладно, не поэтому, но я взял неделю отпуска и умотал в отпуск, потому что последнее время она была кривая, малообъемная, и даже всего лишь одинокая минутная свеча. Сама по себе нарисовала полупроцентное движение за минуту, за две минуты, а некоторые были даже больше. И та маленькая проблема, которая у меня была в прошлом и даже сейчас, заключалась в подстройке к новым условиям, ожидая получать одинаковые результаты. И что же я под этим понимаю? Что ж, два месяца назад я возился, включая и выключая дневку. И записывая эту всю движуху, включая и выключая дневку, наблюдая за движениями вверх-вниз, и снова вверх и снова вниз, сейчас я вижу, что все изменилось. Теперь уже мне нужно заходить и выходить. Так что я вам задам вопрос, ведь существует невероятно ценный инструмент. Лучшие трейдеры, которых я знаю, конкретно два из них, так вот эти два лучших трейдера, что я знаю, вовсе не обязательно трейдят на резких скачках. Ну то есть они это делают, но достигая своих целей, определенных целей, они с ними входят и заходят. Но прям как рыбаки. Например, что касается меня. Число, которое я всегда вижу, это 40 тысяч. И я вижу, когда захожу, скажем, в сделку на 4-5 миллионов долларов, я вижу в виде прибыли эти 40 тысяч. Приходят и уходят, приходят и уходят, приходят и уходят. Два или три раза в среднем, перед тем, как я потенциально закрываю сделку и... Знаете, в предыдущих условиях я ждал, когда сделка уйдет до 100, до 200 тысяч, 300 тысяч, 600 тысяч, 800 тысяч долларов прибыли. Но сейчас, если я просто возьму эту прибыль в 40 тысяч, и несколько раз, если бы я торговал последние 2-3 недели, принесли бы мне... И я хочу, чтобы вы сейчас сделали домашку. Я хочу, чтобы вы взяли и придумали число, с которым вы себя чувствуете комфортно в эти последние пару недель. Для меня это 40 тысяч. И давайте скажем, что без учета того, что это можно сделать 2-3 раза в день, скажем, 1 раз в день, скажем, за 200 дней из года, это 8 миллионов долларов. И два самых лучших трейдера, что я знаю, именно так и делают. Малые победы, малые убытки, большие победы. Когда рыбак идет на рыбалку и вдруг видит поклев, он понимает, что рыба попалась. Он не пытается понять, на что похожа рыба. Это как бейсбол, как бейсбольная команда. Команда, которая побеждает в игре, не обязательно всегда делает хомерон. На самом деле, наоборот. Если вам предстоит сделать 100 забегов в бейсболе, или же очков, если вы не разбираетесь в правилах бейсбола, или, например, вы из Индии, то если взять среднее, мы даже можем взять и спросить чаджи пяти в среднем. Если вы возьмете 100 очков в бейсболе, то сколько из них будут только лишь из синглов и даблов, в сравнении с хомероном? Давайте прямо сейчас спросим чаджи пяти. На хомероны приходится 40% в точности, прямо как я и думал. Я хотел сказать 70%, может быть, 80%, но скорее 70% очков в бейсболе идут с обычных очков. То есть 30% из хомеронов. Так что хомероны, зашибись. А вот вам еще пирога. Сколько раз цена биткоина, может быть, двигалась, скажем, 1% или, может, 2% в сравнении с 10% или, может быть, 20%? Вероятно, в тройном объеме. Это 3x от хомеронов в бейсболе. Так что суть здесь вот в чем, особенно к текущему окружению. Для меня, не могу говорить за тебя, для меня, когда я вижу эти 40к, загорелись, бум, я их забираю и радуюсь. 40к, бум, я их забираю. И если мне повезет на пампе, зашибись. Так что давайте к движению цены. Я вчера запилил видос, который не попал к моему парню по монтажу, но по сути это примерно та же тема, о которой я говорил перед тем, как уехать в отпуск. Мы внимательно следим с вами в течение трех дней за тем, что все это нам сформирует хорошие перевернутые головы и плечи. И в моменте определенно манифлоу падает. На моменте все падает. Но вот со всем этим вероятность была такова, что мы, по крайней мере, увидим движение... Ах, я не могу поверить, что это ушло в 65 и достигло цели. На всякий случай, если вдруг вы мне не верите, позвольте-ка мне включить по быстренькому маленький видос из того видоса. Давайте-ка посмотрим, что мы там сказали. Да, в тот момент я не говорил, что мы пойдем на исторический максимум. Я просто сказал, что... Я не говорил, что это произойдет. Я просто говорил, что это возможно произойдет. Но в какой-то момент видосе, который я так и не загрузил, я показал вот эту паутинку. В любом случае, видос так и не был залит. Пам-парам, кого волнует вчерашний видос, который так и не был залит. Но с этим сказанным, эта цель была достигнута, и с этим всем, можем ли мы пойти дальше? Может ли пойти цена выше? Да, может. И наблюдая за недельным графиком, у нас образуется небольшой импульс, небольшой В, а также этот расколбас с общим движением вверх. Но на любом движении биткоина вверх всегда образуется эта борьба. И каждый повторяет то же самое на просторах Твиттера. А также на Ютубе вот эти «все, мы едем, мы растем, вот вам, вот вам, я ж говорил, вот я ж говорил». Иногда даже я это говорю. Даже я! И в конце концов, это может даже угадать слепая белка и тупой жёлудь. Говоря каждый день, дважды в день, иногда, если он не спит, раз в день, иногда, даже слепая белка может знать правильный ответ. И даже тупой сорванный жёлудь на таком-то таймфрейме. Так что в любом случае, давайте-ка перейдём к более мелкому таймфрейму. В любом случае, это движение уже отыграло, так что перед вами вот эта вот тройная паутина, представляющая сопротивление. И я не говорю, что её нельзя преодолеть. Но давайте-ка посмотрим на хит-мап. А всё потому, что цена биткоина не пойдёт ни к какой цене, пока там не соберутся ликвидации позиций. И как вы здесь видите, это и произошло сегодня. Б-б-б-б-б, ликвидации за ликвидациями. Оу, похоже, у нас собираются ликвидации! И мы начинаем наблюдать формирование дна. Оу, 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 е-е-е-е-е, ликвидации! Я всё. Особо ничего не осталось, и у нас начинает формироваться дно. Не знаю, ребят. Может здесь вот, может быть На это может уйти какое-то днё Какой сегодня день? Сегодня у нас пятница Я вообще без понятия Какой сегодня на самом деле Это просто пи***ц Может выходные? Да, без понятия Вот реально Сегодня чё, посмотрю на телефоне Да сегодня ж пятница Ну ладно В любом случае, на дневке мы видим отличный импульс И чел, это, знаешь Это всё прёт к верхней части диапазона Это прям распирает комнату Но не видись на Фомо А если бы я трейдил, я бы входил и выходил И глядя на эти 25 минут У нас есть потенциально Супер-супер триггерная волна Прямо вот здесь Так что это может быть прямо сейчас Маленькое однопроцентное движение Маленькое однопроцентное движение Давайте глянем на 15 минутку 15 минут Да, может быть даже 10 минут Завершая манифлоу Можно найти импульс Но... Нет, спасибо Но это... Но это... Малорисковый трейд Который можно прямо сейчас сделать Можно зайти И если он подрастёт на процент Забираю прибыль Я не захожу в сделку Но опять же Вот такой настрой для текущего рынка Так что таймфрейм Номер один Номер один Таймфрейм Для последней недели Двух недель И, вероятно, для следующей недели Таймфрейм номер один Это наиболее вероятно На мой взгляд Будет Один час Потому что Часовик На втором по важности Очень важном индикаторе Это вот эта импульсная волна Одна часовой импульс Как только он достигает высот Пиу! Чпок! Цена идёт вниз Низ Чпок! Цена идёт наверх Верхнюю сверхниз Так что давайте пока чпокнем на часовике Но, вступая в выходные Не забывайте, что выходные Это экстра опасность Если мы во время этого выживания Переживая это выживание В изменяющейся среде За последние две недели И поверьте мне Среда снова поменялась Среда волатильна Но без дугообразных кривых Она дёргающаяся Это как куст с розами Со множеством шипов Но всё-таки это куст с розами Это же розы Но, чувак, там полно шипов Так что будь осторожен Когда пытаешься сорвать цветочек А мы заступаем в выходные Возможно, будет движуха Будь осторожен Не найди с комиссией Вошёл-вышел Маленькие победы Маленькие поражения Я был настроен к побыче Вчера Целью было 65 Я её достиг Так что не закачал видос Хотел его подмонтировать А сейчас мы уже ушли далеко Это был ваш друг Криптофейс У меня есть для вас Криптосайфер Чё скажете? А также Если вы хотите быть Дисциплинированным трейдером И получить доход в 800 бочей Проходите тест Чтобы заработать 100 тысяч долларов Наших денег Для торговли 800 баксов Мы даём тебе 100 кусков Всё, что нужно Это показает нам Что ты можешь сделать 10% Не теряя 4-5% Вот и всё Ребят, спасибо Увидимся в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok